Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» снова с вами. Мы вновь подготовили пять очередных вопросов, которые, как всегда, хотим задать очередному нашему участнику. Пойдем зададим? Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Виктория. Виктория. Ярик. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Ну что, мы сегодня с вами сыграем в игру «Думай, знай, познавай» «Супер Блиц». Всего лишь пять вопросов. Каждый ответ на каждый вопрос вы оцениваете. Минимум в один балл, максимум в пять. Ваша задача набрать 20 баллов. Кто из животных в сказке «Телефон» запросил калоши? Телефон? Да. Ну такая. У меня зазвонил... Телефон. Кто запросил калоши? Не, не, подожди. Что, можете совещаться? Полный голос. Подожди. Крокодил там был вроде тоже. Бегемот. Мне не помню. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Вроде. Что надо? Шоколада. Во, во, во. Ну так кто запросил калоши? Я не знаю. Ну пусть будет... Это крокодил или бегемотист. Ничего страшного. Так. Кто у нас мог запросить калоши? Страус. Страус. Ну тоже, кстати, как вариант. А что? Да. Нормально. Да. Ну, смехом ответить не получится. Отсмеяться от ответа не получится. Надо что-то сказать. Итак. Пусть будет страус. Страус. Отлично. Это был крокодил. Блин, точно. Я сказал. Из-за какого небесного тела, помимо Солнца и Земли, происходит солнечное затмение? Ну... Вы когда-нибудь наблюдали солнечное затмение? Нет. Ну вот. Говорят, солнечное затмение. Нет. Луна. Луна. А на сколько уверены? Процентов 70. 70 на 4 балла? Ну да. Да. Это Луна. Конечно, Луна проходит и закрывает солнечко. И вот такое вот пятнышко идет по Земле. Что боится мастера? Есть такая пословица. Мастера боится? Руки, кто я не знаю. Желтые руки. Нет. Это вообще не то. Там тебе подсказывают. Лопату показывает. Лопата. Да. Дело, может быть. Мастера боится. Дело. Насколько уверен? 10%. 10? Нет. Нет, мне кажется, 3. 3 из 5. 30%. На 3 балла. 3 из 5. Понятно. Дело мастера боится. Правильно вам подсказывали. Правильно. Вы в вещах хорошо разбираетесь? Вы в моде хорошо разбираетесь? Частично. 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 Понятно. Тогда вопрос. На какой части тела носит папаху? Что такое папаха? На голове. На голове. Уверены? На 100%. На 100%. Это правильно. Папаху носит на голове. Какая нелетающая птица считается самой большой в мире? А, страус. Точно. Опять, да? 100%. 100%. Это действительно страус. Я вас поздравляю. Вы, конечно, 20 баллов не набрали, но отвечали хорошо. И на 4 вопроса ответили. Пусть с небольшими подсказками, но все равно. Спасибо вам огромное. Увидимся. Спасибо большое.